Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня интересная тема видеоурока Расстроенное сердце. Все, конечно, подумают, это болезнь. Нет, это не болезнь, это сам человек. Он расстроен и не может себя собрать во единое целое. Во-первых, нужно человеку любому знать, что он сам хозяин своего сердца и должен подобрать вообще-то ключ к своему сердцу. Это самый первый нюанс, на который человек должен ответить себе. Второй нюанс, на который мало вообще кто обращает внимания, а практически никто не обращает внимания, это теория пяти элементов, мы опять обратимся к ней. Все начинается с дерева, дерево порождает огонь, земля, металл и все друг друга дополняет, но не угнетает. Так вот, сердце у нас относится к элементу огня. И когда сердце расстроено, то вместе с ним расстраиваются. И тонкая кишка, все силы человека, запомните. И расстроен тройной обогреватель. Что такое тройной обогреватель? Это ангел-хранитель, мы так скажем, и весь тонкий энергетический мир человека. И расстроен весь физический мир, и расстроены все органы и системы. Вот вам, пожалуйста, если расстроено сердце, то не надо грешить только на одно сердце. Это мы сразу говорим. Здесь нужно все воедино целое собрать. Вот вам, пожалуйста, нужно что? Первое. Не надо лечить сердце. Давайте возьмем сердце, оставим в покое. А давайте сразу все восстановим свои силы. Понятно, да? Сила бывает духовная, сила бывает моральная, физическая, этическая. Сила мысли, сила веры, воли человека. Это тоже сила. Не надо думать, что сила только физическая. Вяло, человек победил другого, и все. Нет. Здесь у нас тройной обогреватель. Это защитные функции тонкого мира. Это ангел-хранитель. Соединяет все меридианы воедино. Представьте, если он расстроен, он соединяет все меридианы воедино на тонком уровне. Вот вам нужно что? Собрать весь тонкий уровень, прислушаться к себе, послушать свою интуицию. Может где-то услышать, что вы нарушили где-то духовный закон. Может надо покаяние, исповедь. Может надо помолиться хорошо. Да не только один день, а каждый день с утра начинать молитву. Это тоже, что благоприятствует восстановлению расстроенного сердца. Ну и конечно же перекат, это что? Угроза и физический мир. Вот представь себе. А потом только нам нужно что? Обращать внимание на сердце. У нас человек будет лечить сердце. Он будет настраивать сердце. Хотя он не знает камертон. Какой он камертон, какой он звук издает, какой он, скажем так, вибрации издает. Человек будет думать, что огонь сжигает его. На самом деле нужно что? Нет огня у человека. А сжигает его то, что он не слышит никого. Ничего. К нему ангел-хранитель стучится, а он ничего не слышит. Вот он, пожалуйста. Потому я в своих лекциях частенько говорю, что не надо лечить сердце. Сначала нам нужно посмотреть, что может нарушить гармонию вот в этих четырех меридианных органах системы. Как на физическом уровне, так и на тонком уровне. А уж потом прибегать к сердцу лечения. Но есть один маленький нюанс. Мы же сказали, что сердце хозяин всех внутренних органов. И на физическом уровне сердце может собирать всю энергетику тех органов, которые излучают эти органы энергетики. Например, тонкая кишка – это змея, мудрость. Печень – это дух. Поджелудочное – это будущее, настоящее, прошлое. Вот он все. Бочеполовая система – это сексуальная энергетика, физическая наша мировосприятие. Все эти энергии могут подавлять сердце. И сердце может что? Быть угнетенным. Чтобы расслабить, убрать эту избыточную энергию из сердца, которую принесли наши органы и системы, которыми мы злоупотребляем. Данная точка В-15 Синьшу нам в помощь данную точку следует расслаблять. Тем самым вы начнете подготовку к восстановлению вашего расстроенного сердца. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!